Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Внимание, друзья, сейчас будет глубокая аналитика от Рокутагена. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. Да ничего, капитан очевидности, я думаю они как-нибудь справятся. Приветствую вас, олади джентльмены, другие подруги, с вами Рокутаген, капитан очевидности. И у нас образовался целый список некоторых изменений и новостей, которые нам стоит с вами обсудить. Для начала, друзья, конечно же, вот эта вот просто бомбовая новость, что в Warface, извините меня, вот буквально через 3 месяца всё закрывают. Мне постоянно поступают сообщения с вопросом. Рокутаген, как же быть? Мои деньги, такие гроши уплачены, неужели это всё пропадёт? Мои вот эти пиксели, неужели меня никто не вернёт? Ну и так далее и тому подобное. В общем, вы поняли. Друзья, я вас очень прошу, не надо бить панику, если вы в ситуации до конца не разобрались. Не надо никаких поспешных выводов делать, как у нас это любят. У нас любая новость или любой спор, вот даже если вспомнить там споры между блогерами. Кто-то что-то пукнул и 10 тысяч человек побежал кому-то ставить дизлайки, писать какие-то гадости, а потом выясняется, что оказывается всё не так. И они, сука, побежали теперь туда там вот этим заниматься. Ну не идиоты! Поэтому, дорогие мои, не надо никаких преждевременных выводов, сохраняйте спокойствие. Warface никуда от нас не денется, кстати, как и многие из нас от него, собственно говоря, да. Происходит всего лишь отключение доступа к российскому серверу через Steam или Epic Games Store. Теперь всего лишь будет чёткое разделение между игроками западными, там, европейскими, американскими и игроками нашего, скажем так, родного постсоветского пространства. Если вы проживаете в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, тут целый список, то вам надо перенести свой аккаунт из Steam или Epic Games, если он у нас вообще там есть, в игровой центр ВК Плей. Если же вы играли всегда, как и 99% игроков, собственно говоря, из данных регионов, через ВК Плей, игровой центр Mail.ru, вам ничего переносить не надо, вот и всё, то есть всё нормально, ничего на самом деле не произошло. Братан, а в чём вообще смысл всех этих телодвижений? Ну, знаешь, капитан, очевидность смыслов тут в целом два. Во-первых, это соблюдение, скажем так, санкционного законодательства. У нас теперь есть Astrum Entertainment, это, собственно говоря, наши ребята, которые, собственно говоря, мыло по сути, которые Allot Steam, вот эти все ребята, они теперь владеют Warface'ом на территории вот этого всего постсоветского пространства, но, однако, кроме этого есть ещё ребята, отдельная контора, которая управляет и владеет Warface'ом, и как бы является локализатором в Европе, в Соединённых Штатах и так далее. Ну, вы понимаете, такие времена, что, как бы, все имеют старую компанию, которая, вроде как, с тобой совершенно не связана, она, как бы, она там, понимаете, компания европейская, она там работает, получает свои бабки. Все всё прекрасно понимают, так устроен современный мир. Это норма. Поэтому наша родная помоечка, она, как бы, поделилась на две части, как бы, тамошняя и наша, наша родная, понимаете, вот здесь. И, вроде как, чисто юридически, это две разные, абсолютно разные игры. Но это только первая причина, я думаю, что есть ещё вторая причина, почему наших игроков, как бы, ну, досвидули из Стима и Эпик Геймстора. Думаю, что при применении определённых, там, скажем, ВПНов и так далее, можно попадать через этот клиент, причём с русской локализацией, допустим, на европейский сервер. Это то, что, само по себе, не очень любят владельцы Варфейса, потому что, как бы, там другая система монетизации, немножечко тудым-сюдым, да и наших игроков там не очень любят, по разным самым причинам. В общем, я понимаю так, что Мэйл не хочет, чтобы эти две аудитории пересекались. Знаете, так всегда было, всегда абсолютно нам обрезали доступ к европейскому серверу. Им, кстати, на наш сервер доступ никогда не обрезали, но, к сожалению, это та, да. И наши игроки всегда немножко жили в своей, скажем так, индейской резервации, где другие цены на донаты, дд и тп. И наши игроки были с этим согласны, понимаете, зачем их пускать туда, ну, в самом деле, ну, о чём вы говорите? А не может быть так, что скоро и наши серверы потихонечку возьмут и закроют? О, не, капитан, очевидность, наши серверы, поверь мне, закроют вообще не скоро. Да, некоторые начинают говорить, что вот, ой, вы знаете, вот такие какие-то новости пошли. Вы знаете, по-моему, и у нас скоро, вот, вот, в нашем игроцентре, вот, наш-то Warface тоже всё... Нет, друзья, в нашем Warface всё далеко не идеально, и об этом мы сегодня поговорим. Есть нехорошие звоночки, однако, о закрытии речи вообще нет. Да вы что, блин? Ну, чтобы было закрытие, проект вообще никак не должен себя окупать, понимаете? Просто, поймите, Warface в определённый момент перейдёт в ту же стадию, в которую в своё время перешёл Crossfire. То есть, раз в полгода, там, не знаю, месяцев 8, а то и год, вы увидите какое-то небольшое обновление, там, скинчики, пушечки, имбы всякие, там, вот такое всё, понимаете? Наша родная, сука, как бы, то, что мы любим. То есть, игра практически перестанет обновляться, но, тем не менее, это не значит, что она перестанет приносить деньги, правильно? Возможно, даже в какой-то определённый момент они весь контент, который в Warface был за все эти годы, они просто зальют, сука, вот он вам релиз, и пользуйтесь. То есть, не исключено, что мы увидим все эти карты забытые, там, Балканы какие-нибудь, огромное количество для каждого режима вот этих карт, ПВЕ-шек, куча оружия, всё вообще просто закинут. Пацаны, развлекайтесь, вам тут, особенно, если вдруг кто-нибудь новенький пришёл, ну, такое в Warface тоже иногда бывает, да тут перед тобой целый мир непознанный. И сидите там ещё несколько лет, и всё, потом только закроют. То есть, онлайн вообще должен быть крайне низким, чтобы Warface закрыли. И просто за счёт загрузки всего возможного контента и возможности его покупки, Warface некоторое время ещё будет переносить какие-то деньги и будет существовать. И это, друзья, не один год. Так что вот эти вот разговоры, всё, скоро и у нас, нет, ничего никто не закрывает. Warface жив, Warface жив, Warface ещё будет жить, потому что приносит деньги, точка. Ну что ж, радует, что наша помощь ещё поживёт. Ты, кстати, там вроде ещё что-то хотел обсудить. Да, точно, как бы надо уже переходить к ещё одной важной теме, друзья, по поводу закрытия, вы поняли? Никто ничего не закрывает, если вы всю жизнь пользовались игроцентром этим, от Mail.ru, теперь от ВК, просто забейте. Вам вообще до лампочки, вот для вас вообще ничего не изменится. Как у вас был Warface, так он у вас и есть. Вы вообще никаких изменений не заметите. Всё, всё прекрасно, всё хорошо, несите деньги. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да. Однако, нам же ведь с вами надо, друзья, обсудить ещё одну важную тему. У нас же всё закрывается, закрывается, и вот только вот в октябре, скоро, наконец-то, она... Ну как бы не то, что наконец-то, но в итоге она закроется. Это, конечно же, торговая площадка. Боже ты мой, сколько было по поводу неё сказано. Разработчики, ой, мы всё улучшим, мы всё переработаем, да так будет, да, у нас там своё видение, да, мы сейчас решаем, да, какие-то гениальные планы, да, у нас, сука, морзговой штурм идёт, как это всё сделать шоколадно. В итоге говорят, короче, ну, мы в октябре её откроем, эту торговую площадку, как бы, кто не спрятался, я не виноват, а потом нахрен закроем навсегда, вот и всё. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, гениально, реально, ну пацаны-то, ну блин, ну удивили же, удивили, ну такого даже я не ожидал, говорили, что мы там что-то сделаем, там, о, у нас такие планы, у нас такие идеи, мы рассматриваем, в итоге нахрен просто, сука, решили вообще выпилить. Не, ну вот чё, блин, Волода мне откажешь, блин, ребята креативные, сука, чё они сделают, сука, все не ожидали, все в шоке. Ладно, если серьёзно, понятно, что, как бы, им не выгодно, чтобы игроки прямо активно там заколачивали какие-то кредиты, плюс сейчас очень много всякого вот этого хлама можно получить в сервисах, то есть, и как-то, ну, не очень им нравится вот эта идея, что вы будете практически на халяву играть в их игру, там, на боевой пропуск всегда будете наскребать и т.д. и т.п. Собственно говоря, фиг бы с ним, понятно, они уже, как бы, от этой идеи не откажутся, торговая площадка, как бы, накроется, не, на самом деле, были бы какие-то варианты, там, это всё рассмотреть, но, тем не менее, ладно, фиг с ним, торговая площадка накрывается. Но, дорогие Алодусы, наши разработчики любимые, вы кое-чего не учитывайте, для многих, на самом деле, это, понимаете, вот, не только возможность какую-то копеечку кредитную заработать, на самом деле, для многих, это возможность, для очень многих, вот для меня, избавиться от ненужного хлама, именно так. Понимаете, все эти 90 пулемётов с какого-нибудь ивента на 1 час, или какой-нибудь бабоскин древней Аврорки, который мне нафиг не нужен, я вообще бабоскины никогда не таскал, как бы, да и пулемёт этот на 1 час в количестве 64 штук, мне он, ну, просто нафиг не упал. Мне всё это говно надо куда-то сплавить, да и всё, оно мне вообще нафиг не упало, вот, серьёзно, абсолютно, абсолютно. А если у тебя, например, какая-то пушка уже есть на складе, а ты выбил ещё её, там, ну, вывиньте в каком-то, там, вот, в общем, как-то ты нашёл всё, что вот падает, там, какие-то кейсы в своё время. Есть тысячи разных способов получения, там, в сервисы, вот, в инвентаре, да, на сайте. Ты попадаешь, я даже не знаю, откуда у меня многие пушки берутся, у меня столько всякого говна было, я всё, наверное, раздавал своим персонажам, лишь бы забить, как бы, и всё. Постоянно надо чистить склад от этого хлама, вот, да, там есть, конечно, сейчас, типа, удалить всё использованное, и т.д, и т.п, но по факту, вот, 99% то, что тебе падает, ты вообще никогда этим пользуешься, оно тебе нафиг не надо, это просто, это шлак, это мусор. И, дорогие лоды, я прошу вас сделать всего одну вещь, если вы, вот, прям, ну, не готовы, там, всё-таки, идти навстречу игрокам и в каком-то виде сохранять торговую площадку. Выглядит это вот так. Я знаю, как-то, все, наверное, сейчас удивятся, типа, а чё это такое вообще? Я просто предлагаю возможность, те предметы, которые ты переводишь с сайта, с предметов, в игру, когда они попадают в игру, ты можешь просто нажать и разобрать их на детали. Гениально! Вот, люди будут меньше ныть по поводу деталей, с одной стороны, а с другой стороны, во-вторых, так сказать, у нас не будет всего этого хлама. Вот перевёл ты себе какое-то говно беспонтовое или какой-нибудь скиндец, которым ты не будешь по-любому пользоваться. Заходишь в игру, видишь, допустим, если пушка, там, не знаю, на 24 часа, там, за неё 5 деталей или 10, допустим. Если это какой-то скин персонажа навсегда, там, сотка деталей, там, не знаю, 150, ты просто вот выбираешь, либо оставить себе принять, либо разобрать мне детали. Тебя спрашивают, ты точно хочешь разобрать? Говоришь, да, например. Всё, всё, предмет уничтожен, ты получил детали. Гениально! Поверьте мне, таких, как я, игроков, которым вот этот весь хлам, 150 Томпсонов на 24 часа, мне они не нужны. Я лучше вместо них получу, не знаю, там, сотни или несколько тысяч деталей. Мне будет это намного нужнее для сегодняшнего Варфейса, в сегодняшнем Варфейсе это намного нужнее, нежели беспонтовое, неликвидное оружие на время или навсегда. Мне оно нафиг не надо. Игроки вам за такой шаг скажут спасибо. Типа вот, блин, разрабы вроде как накосячили, торговой площадки больше нет, а с другой стороны можно говно разбирать на детали. Да это же великолепно, не такие уж они и плохие ребята. А не слишком ли это жирно, друг мой? Нет, капитан, очевидность, это не слишком жирно, это возможность избавляться от ненужного, от хлама, от мусора. У меня, например, я этот весь мусор перевожу просто на другого персонажа, на которого не захожу уже пару лет. Всё! То есть, я так и так это просто в мусор отправляю. Так хотя бы какая-то польза будет. Так хотя бы те люди, которые не пользовались этим говном, им не придётся просто всё это содержать на складе. А торговой площадки нет, как бы, они хотя бы это смогут на детали разобрать. Всё, всё, я думаю, все меня поняли. Это же разумно, это очевидно, это гаднотелло. Знаешь, я очень сомневаюсь, что Алоды пойдут на такое решение. Ну, откуда ты знаешь, может и пойдут. Да нет, конечно, они никогда не согласятся. Вы чё, наших разработчиков не знаете? Ха-ха-ха, зимой это снега. Да, ну, в общем, детали у них особо не допрочатся. Они, вы чё, блин? Они каждую лишнюю деталь, ребят, ну вот. Сука, вы шутники, вообще капец. Я шутник, я шутник. Я это придумал, я согласен. Хуй не усморозил вообще, блядь. Нахуй я это сказал-то, дурак. Ой, извините. Мы продолжаем в культурном ключе общаться. Давайте переходить к нормативной лексике, чтобы всё было нормально. Ты вроде ещё на какую-то тему поскулить хотел. О, точняк, я же хотел поныть про онлайн. Ха-ха-ха. Онлайн Warface. Любимая тема вообще нахуй. Ребята, лучше тема не бывает, сука, на свете. Это вечно можно обсуждать. Нет, вечно нет. Однажды уже там, в принципе, чё там будет обсуждать. Уже можно будет перепись игроков сделать, знаете, на одной странице, сука. Ха-ха-ха. Блядь, знаете, как в будущем будет, ну, блядь, так через несколько лет, так через пяток. Знаешь что, у нас это будет, эм, вписок. Ребята, плохая новость у меня сегодня. Саня уже третий день в Warface не заходит. Похоже, он нас покинул, блядь. Реально, реально, Сашка третий день не заходит. Вот у нас ещё минус один, короче, вот так будем жить. Ха-ха. Сука, и смех, и грех, ёбаный, насос. Без весело живём. Ну, ладно, да, всё, короче, это. Спокойненько. Онлайн Warface, вот такой он сейчас. Многие скажут, ну и что? А я вам, друзья, скажу, ну и то. Вообще-то, у нас уже, вот, октябрь сейчас на носу, уже как бы, уже, как бы, ну, пора, что ли. Просто многие данные как-то не сверяют и не в курсе. Ну, вообще-то, у нас по состоянию на зиму-весну, вот, весной, у нас, по-моему, даже в сезоне, в между булочи, вот этом, знаешь, там, в самой жопе, короче, ничего не происходит. Какой-нибудь там маленький ивент, короче, боевого пропуска нет, там, или что-то, короче, сезоны, там, всё, позаканчивалось, всё как бы так грустно, сука, вот так вот, как-то обычно идёт, там, ну, какой-то ивент, что-нибудь добавили, там, какой-то, немножко побегать. У нас 38 тысяч онлайна было, 36, вот, ну, край, вот, ну, по-любому было, 36-38 тысяч, это нормально было, это не когда там сезон запустили, не когда что-то ещё произошло, 36-38 было по-любому, прям железно. Это, знаете, такое тухло было у нас, это весной ещё было, если что. А теперь мы крутимся вокруг цифры 27-28 тысяч пиковой за сутки, за 24 часа самый пик от 27-28 тысяч. Это, я вам скажу, что-то вообще грустно. Нет, конечно, пока панику бить не стоит, вообще тревогу какую-то сверхъестественную, я понимаю, что, как бы, да, это грустно, но посмотрим, конечно, что будет в октябре. Сезончик этот запустят уже скоро, я надеюсь, всё будет нормально, и будет видно реальный онлайн. Примерно через неделю, когда ажиотаж спадёт, будет видно, вот, что нас ждёт, вот, новый уровень, новый стандарт Warface, скажем так, по онлайну, вот, сравним его с весенним. Но пока что чё-то видится это как-то всё грустновато. И чё-то я побаиваюсь, что даже во время ажиотажа не факт, что у нас онлайн преодолеет отметку в 40 тысяч, что будет вообще грустно. Если это будет так, то я боюсь, это говорит о том, что решения наших разработчиков далеко не всегда удачные. Под решениями я подразумеваю самые разные решения, но порой такие кардинальные, которые вызывают негодование игроков. В моём видении, одно из самых худших решений, это введение системы модификации. Именно в таком виде, в каком она у нас, собственно говоря, присутствует, при жёстком дефиците деталей и непродуманности отдельных модов. Как, например, моды на мувмент, которые теперь, наконец-то, разработчики решили ограничить. Но, с одной стороны, как бы, кому не нравилось, наверное, уже свалили. С другой стороны, кто-то, может, и скажет спасибо. Но есть ещё и третий, которым, блин, понравилось очень быстро бегать. Вы как бы их приучили, посадили на эту адреналиновую иглу. А теперь всё, как бы, бомбалейло. И вот стоит вопрос, а стоило ли вообще всё это вводить, если теперь вы от этого отказываетесь? Вам давали добрые советы на этот счёт вообще мувмент не трогать. Вы, игроков, блогеров, там, самых разных людей, которых вы спрашивали, вы их в итоге просто не послушали и вот пожинайте свои плоды. То же самое с изменением сложностью ПВЕ, то же самое с дефицитом деталей и так далее и тому подобное. Разработчики, я вас очень прошу, не надо ломать то, что нормально работает. Не надо создавать игрокам дополнительный геморрой. Придумывайте новые, улучшайте, делайте, наоборот, комфортнее игру, ухудшая, усложняя её, делая менее гостеприимной для игроков. Вы не делаете лучше ни себе, ни игрокам, ни игре, никому. В наш век, когда конкурент это любая абсолютно нормальная игра, нормально оптимизированная, где всё казуально просто ясно, ваши движухи приводят к той самой ситуации, где мы будем выписывать людей на одном листочке и это будет весь онлайн. Поэтому, пожалуйста, не надо косячить. Давайте как-то делать так, чтобы из игры попросту не хотелось уходить. Чтобы она была тем самым варфейсом, которого нет и не может быть никакой замены. Не может и не надо.